Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня нам предстоит утвердить экипажа. Поэтому я прошу... Предлагаю выступить начальнику Центра подготовки космонавта Крикалёва Сергею Константиновичу и доложить предложение по словам основного и дублирующего экипажа. Продолжение следует... Основной экипаж... Павел Виноградов, командир корабля «Союз», бортинженер 35-й, командир 36-й экспедиции. Александр Мисуркин, бортинженер корабля «Союз», бортинженер станции. И... Дублирующий экипаж... Олег Котов, командир корабля «Союз», бортинженер станции. Сергей Рязанский, бортинженер корабля «Союз», бортинженер станции. И... Майкл Хопкинс, бортинженер 2 корабля «Союз», бортинженер станции. Программа подготовки экипажей выполнена полностью. Все члены экипажей сдали установленные экзамены и зачёты. Выполнены комплексные экзаменационные тренировки. По заключению главной медицинской комиссии, члены экипажей признаны годными по состоянию здоровья и к выполнению космического полёта. Межведомственная комиссия по определению готовности экипажей к полёту рассмотрела результаты экзаменов, результаты подготовки и дала следующее заключение. Экипажи 35-й и 36-й экспедиции Международной космической станции к выполнению космического полёта на корабле «Союз» ТМА-08М и российском сегменте МКС подготовлены. Программа предстартовой подготовки закончена и выполнена полностью. На основании вышесказанного предлагается Государственной комиссии утвердить. Основной экипаж для старта на корабле «Союз» ТМА-08М Командир корабля Павел Владимирович Виноградов, бортинженер корабля Александр Александрович Мисуркин и бортинженер 2 корабля Кристофер Кесседи. Дублирующий экипаж Командир корабля Олег Валерьевич Котов, бортинженер корабля Сергей Николаевич Рязанский и бортинженер 2 корабля Майкл Хопкинс. Доклад закончил. Хорошо, спасибо. Слово для доклада по готовности ракеты Космической комиссии в дальнейшей подготовке и пуску представляется Генеральному конструктору РКК «Энергия» и техническим руководителем полетного испытания пилотируемых систем Лопоти Виталий Александрович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы провели техническое руководство, государственные комиссии. Ракета вывезена на стартовый комплекс в полном соответствии с исходными данными и с техническими заданиями, с документацией генерального конструктора. Все в полном порядке. Вопросов, замечаний, препятствующие продолжение подготовки и пуска нет. Так что удачи вам. Предлагается принять следующее решение. Утвердить составы экипажа пилотируемого космического корабля ССТМА-08 в следующем составе. Основной экипаж командир корабля Виноградов Павел Владимирович, бортинженер Миссуркин Александр Александрович и второй бортинженер Кэссиди Кристофер. Дублирующий экипаж командир корабля Котов Олег Варелевич, бортинженер Рязанский Сергей Николаевич и второй бортинженер Хопкинск Майкл Скотт. Спасибо. И продолжить подготовку ракетно-космических комплексов к запуску и пуску в установленное время. Слово предоставляется Шерману Кирку Алдену, заместитель директора программы МКС НАСА. Gentlemen, you've completed your training and it's been wonderful to watch you go through that experience. The ISS and the teams in Houston are ready to support your flight. Мир, господа, подготовка вы закончили. Мы были очень рады за вашей подготовкой наблюдать. Все инженеры и руководство Хустона готовы поддерживать полет. There's a lot of work, a lot of research, a lot of actually visiting vehicles to come visit you in space. So we wish you a safe trip and enjoy your stay on board ISS. We wish you a safe trip and enjoy your stay on board ISS, so we wish you all the best and good luck on board. Thank you. Спасибо. Так совпало, что у нас сейчас проходит межправкомиссия по комплексу Байконур, где мы не только проблему Байконур решаем, но и пытаемся заглянуть в будущее космодрома, в его развитие. Поэтому здесь присутствует руководитель Коскосмоса Масабаев, Толгат Амубидеевич. Толгат Амубидеевич, вам слово тоже. Спасибо. Прежде всего хотел поблагодарить руководство Госкомиссии, руководителя лично Роскосмоса Владимира Александровича Поповкина, который пригласил меня на заседание данной уважаемой Государственной комиссии. Очень волнительно мне находиться даже здесь, не то что говоря о том, как чувствуют себя ребята за стеклом. Я вспоминаю с удовольствием те времена, когда я там находился. И когда я выполнял третий полет, мне было всего лишь 50 лет. Я восхищен мужеством и настойчивостью моего друга и коллеги Павла Виноградова, который в преддверии 60-летия выполнять будет третий космический полет. Это вообще-то еще раз героический поступок. Я желаю ему лично, командиру экипажа, его экипажу, Александру и Кристоферу, самой успешной работы. Я знаю, что это такое, и поэтому чувствую, как вы готовились к этому полету. И тем более, что вам предстоит впервые, как мне сказали, выполнить такой экспериментальный полет. Не по двухсуточной схеме сближения, а по односуточной, даже меньше. Это будет уникальный технический эксперимент и новый шаг в развитии пилотируемой космонавтики. Паша, тебе и твоему экипажу желаю только самых таких ярких минут в вашей жизни в космосе. Я не знаю больше других слов. Еще раз желаю вам всего самого доброго и чтобы все у вас получилось. Спасибо. Спасибо. Слово представляет Сырогович Вячеслав Александрович, заместитель и руководитель Федерального медико-биологического агентства. Спасибо. Уважаемый Павел Владимирович, Александр, Крис, по поручению Главной медицинской комиссии и всех медицинских работников, участвовавших в вашей подготовке, позвольте вас также поздравить с успешным окончанием подготовки, выразить свою уверенность, что ваша физическая подготовка, интеллектуальная, позволит выполнить всю программу. Ну, выражу надежду, что будет мало или совсем не будет нештатных ситуаций. Павел Владимирович, не обращайте внимания, возраст у вас самый молодой, если придерживаться возрастской квалификации. Удачи, всего самого наилучшего. Олег, я как бы очень рад, что вы дублируете, у вас уникальный экипаж будет, почти весь медицинский. Надеюсь, что дальнейшая ваша программа сложится удачно. Также удачи в подготовке и исполнении всех ваших желаний. Всего доброго. Спасибо. Слово представляется специальному представителю президента Казахстана на комплексе Байконурна Уртаеву Розаку Ласаденовичу. Там остался. А он там остался, да? Хорошо. Тогда, Александр Федорович, вы как мэр города. Уважаемые члены Госкомиссии, дорогие гости, космонавты, астронавты, докладываю, городские службы и предприятия, задействованные в проведении запуска, готовы вполне постоянные задачи. Поздравляю основной экипаж в лице Павла Виноградова, Александра Миссуркина, Кристофер Кесиди. Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены с отличным качеством. И подчеркну еще раз, что основному экипажу предстоит встретить знаковый для всех день, 12 апреля, день космонавтики, значит, там на борту. Юрий Алексеевич Гагарин, откуда человеческая дорога в космос, и вы продолжаете по ней уверенно шагать. По доброй традиции, знак признательности, заслуг, вручаются памятные золотые знаки Байконур, впервые стартующие с Байконуром Александром Миссуркиным и Кристоферу Кесиди. Значит, все-таки подготовьте, значит, вручим, потому что обсервация, режим обсервации. Хорошо, спасибо. Так, послушаем экипажа, Павел Владимирович. Я, прежде всего, хочу выразить огромную благодарность вот всем специалистам космодрома, всем тем, кто обеспечивает запуск, тем, кто готовит корабли в Москве, тем, кто готовит ракету в Самаре. Наш экипаж готов, и мы приложим все усилия, чтобы не подвести вас, оправдать все задуманные планы. Спасибо. Спасибо. Я выражаю искреннюю благодарность за доверие, оказанное мне лично в данном случае, и хочу пожелать нам вместе удачи в нашем общем деле. Спасибо. Кесиди Кристофер. Уважаемые комиссии, мы летим по короткой схеме, поэтому я тоже буду краток. Мы готовы к полету и счастливы, что нам выпала такая возможность. Спасибо большое. Спасибо. Слово дублирующему экипажу командиру Котову Олегу Валерьевичу. Уважаемая государственная комиссия, уважаемые председатели, дублирующий экипаж готов к космическому полету, но желает удачи основному экипажу для осуществления этой замечательной миссии. Мы их со своей стороны обязательно поддержим здесь, на Земле. Спасибо. Рязанский Сергей Николаевич. Всем большое спасибо основному экипажу и нашим друзьям. Большой удачи и, надеюсь, ничего не случится. До встречи в сентябре. Кубкинс, мой взгляд. Я хотел бы сказать только большое спасибо всем за поддержку и за хорошую программу ПОКОТов к КВТ. Хорошо, спасибо. Но я могу только присоединиться ко всем словам, высказанным в вашем адрес. У меня никогда не было сомнений, что и основной экипаж будет готов, и дублирующим еще предстоит впереди. И, конечно, полгода на Земле, а потом, я так думаю, что ничего не произойдет неординарного, и через полгода мы будем вас утверждать. И у вас своя будет не менее насыщенная, интересная программа. Конечно, отдельно я хотел Павлу Владимировичу пожелать успехов. Полгода назад мы здесь говорили о некоторых таких мечтах, которые сегодня сбываются, и в первую очередь, конечно, короткий полет до станции. Очень много было тогда сослагательных наклонений. Но, 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 к счастью, нашему все эти но удалось преодолеть с точки зрения технических и организационных. Теперь самое главное – все это реализовать. В этом я, конечно, в первую очередь вам желаю успехов. Все наземные службы у нас готовы. Мы не раз проверяли, мы отработали все это на грузовиках. И у нас, честно говоря, сомнений никаких нет, что все должно быть штатно. Иначе мы не пошли на такую работу. Особенность, конечно, в том, что вы отметите свой юбилей в космосе. Мы уже тут начали шутить. Может, вам грузовик «Прогресс» один дополнительный прислать, чтобы вы были достойны отмечения день рождения. Но это, конечно, шутка. Я еще раз поздравляю с тем, что вам доверена такая вещь. Это действительно, кто бы что ни говорил, но профессия космонавта – это геройская. И у меня нет сомнений, что вы это оправдаете еще раз. Успехов вам и удачи. Ну, теперь мы уже встретимся сначала на 254-й площадке, а потом уже и на стартовом комплексе. Все, спасибо. На этом заседание Госкомиссии заканчивается. Всем напоминаю, что завтра заправочная комиссия в 21.10 на 112-й площадке. Все, спасибо. 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 Спасибо.